Продолжение следует... ...познакомиться с общими сюжетами крыльевской научно-популярной фантастики. И вот приступим. Собственно, начать хотелось бы с того, почему мы начали искать, почему именно крыльевская фантастика и вообще как она была обнаружена, потому что это также довольно интересная история, так как в общем векторе фокуса штаба на модернизации, на фокусе на процессах, связанных с научно-техническим прогрессом в Кыргызстане и в том числе и в Центральной Азии. Мы в библиотеке, в частности, искали научно-популярную литературу в целом, которая бы отражала именно процесс модернизации, в частности, в Кыргызстане, во Фрунзе. И это задание было поручено мне. И во время поиска этой информации у мной был обнаружен ящик в библиотеке с некоторой подборкой основных названий и произведений, связанных именно с космосом. То есть ящичек так и назывался «Космос» в Кыргызской ССР. Но этот ящичек также включал в себя и произведения, связанные с фантастикой. Не обязательно именно научно-популярные или научные. То есть там были и жанры фэнтези, там 80-х, 90-х годов и с 2000-х и далее. Но меня больше заинтересовало фантастикой на 60-х, 80-х. В целом, после прочтения и вообще всего поиска этой информации, можно сделать такой вывод, что Кыргызская фантастика — это довольно малоизученный жанр в отечественной литературе. И, как я уже сказал, для меня большой трудностью стал поиск информации относительно именно авторов фантастических рассказов, потому что на сегодняшний день известен только один из них — Беганас Сартов. Этот фантаст очень популярен у нас сейчас. Сейчас проходят различные встречи, конференции, посвященные его творчеству. И вот буквально в 2015 году отмечался юбилей Беганаса Сартова. Также в сетях была такая новость о том, что его книга «Мама Рыгульдуган Малда», там, где цветут Эдельвейсы, была переведена на английский язык. И книжка распространяется на английском и на английском языке. Как я уже сказал, по поводу проблемы поиска информации об авторах, мной были обнаружены тексты в местной периодике, в местных газетах. И это также является большой проблемой узнать, являлся ли этот автор рассказа писателем. У него есть своя антология произведений. Либо это было просто творческое письмо в редакцию. Минус был в том, что все это было перемешано в том числе в той же картотеке, так как все произведения просто связаны. Фэнтези, научный публикатор, фантастика. Там же в этом же ящике были несколько произведений по детективу. То есть это все было очень так перемешано, и все это создавало небольшие осложнения. И чисто физические, механические проблемы, когда находится работа, находится произведение, но его невозможно прочитать по объективной причине отсутствия страницы или зачеркнутого текста. То есть это уже факторы, которые не подвезли никакому влиянию. Читательская аудитория кыргызской фантастики — это школьники, о чем говорит частое место издательства Мектеп, где печатались фантастические сборники сочинений, например, Дамила Назаркулова, Сенгельда Абдыхадырова, Абдулдаева, Сартова и альманахов творчества разных жанров молодых авторов, например, Учкун. Начнем. Над созданием этого альманаха трудился один из известных русских фантастов на сегодняшний день — это Беганас Сартов. Нужно, наверное, сказать большое спасибо в том числе и его родственникам, которые хранят всю эту автобиографическую информацию. И книга, которая была выпущена в 1981 году, собственно, сам Беганас Сартов, она была выпущена, эта книга была выпущена его супругой. Несколько слов о самом авторе, о самом фантастике Беганас Сартова. Беганас Сартов, он также был не только просто писателем, он был переводчиком, он был журналистом, он был редактором. Родился он в Аиле Чечерина Московского района, и звездное имя Беганас дала ему Акушерка Карачаевка. Само имя состоит из двух слов — Вега и Наз. То есть Вега — это яркая звезда Вселенной. И сами родственники говорят, что, возможно, это повлияло также и на самого Беганаса Сартова в целом, и определило его путь. Знакомство с фантастикой Беганаса у Беганаса началось после вступления в литературный кружок Кыргызского государственного университета, где он учился на филолога. И его имя прочно стало ассоциироваться с феноменом кыргызской фантастики. Одним из важных источников, который во многом мне помог, стала вводная статья Кумена Рисалиева, в этом его сборнике в антологии произведений Беганаса Сартова, где он предоставляет полную развернутую информацию о жизни, о творчестве, о всех выпущенных произведениях фантаста. Там же он подводит некоторое обобщение касательно всего фокуса тем Беганаса Сартова. Наверное, первый сюжет, который встречается и который можно выделить, сказав твердо, что именно его представляет Беганас Сартов, так как он сегодня довольно известный писатель-фантаст, это тема космической революции и интерпланетной дружбы и мира. На экране сейчас показаны такие сборники, где печатался Беганас Сартов. И печатался он в самых различных изданиях, отдельных сборников фантастических рассказов на корыльском языке, а их не было. То есть в основном печатались в рамках книг, обобщающих все творчество молодых писателей. «Интерпланетная дружба и мир» — это, как я уже сказал, и, конечно, еще в его произведениях часто встречается тема любви. Эти темы акцентируются практически во всех его произведениях. Он рассказывает об интерпланетной дружбе, обмене знаниями, восхваляет торжество мира и согласия среди цивилизаций различных планет и галактик, что тоже очень интересно. В частности, его антология — книжка Беремаса Сартова, выпущенная в 1981 году, как я уже упоминал его супругой. И эта книга очень интересная, каждое произведение. В книге содержится несколько повестей, в том числе «Квинти и Бестол, Орден Сары», «Чахрыб» и другие. В одной из повестей есть глава, которая довольно сразу привлекает внимание. Вот название «Меридиана 4». Там различные главы есть. Там «Меридиана 3», «Меридиана 2». После прочтения этой главы у меня как бы твёрдо появилось именно это обобщение тематики творчества Беремаса Сартова на космической революции. Главные персонажи «Меридианы» и «Мерсиан Макар» случайно знакомятся в одной из улиц марсианского города. И во время совместной прогулки «Меридиана» задаёт вопрос, почему марсиане живут под землёй, а не на поверхности планеты. И тогда «Мерсиан Макар» рассказывает историю планет Солнечной системы. Это очень интересно. Здесь вот фрагмент. «Макар» рассказывает, «Тогда, миллионы лет назад, когда планета Фаэтон вращалась на своей орбите, Марс, как и другие планеты, был колонией фаэтонцев. Фаэтонская наука и техника, искусство и архитектура достигли такого уровня, что на поверхности для них не осталось места. И тогда города начали строиться под ней, под поверхностью. Увеличивается население фаэтонцев, после чего они переселяются на соседние планеты, где устанавливают свой порядок. Местные народы с утра до вечера трудятся для фаэтонцев. По причине близкой расположенности Марса к Фаэтону и из-за большого количества суши на Марсе, на этой планете устраивается основное производство фаэтонцев. Постепенно Марс становится второй планетой по развитости. Фаэтонцы применяют свою модель государственности на Марсе. Время течет, как вода. В это время из народа выходит первый марсианин, великий человек среди местного населения. Собрав трудящихся, само собой рабочих фаэтонцев на Марсе не было, он начал вести открытую борьбу против угнетателей фаэтонцев. Первый марсианин у него, как бы пишется, с заглавной буквы. Вот, и очень интересно, на самом деле, тематика революции, глобального охвата этого, как бы, аспекта. Что же дальше, наверное, интересно, что же дальше происходит там с планетами? Ну, само собой разворачивается Великая космическая война. Звучат угрозы ядерной расправы. На Марс сбрасывается первая бомба, вторая еще более мощная. По ошибке взрывается и уничтожает целую планету Фаэтон. А ударная волна смещается с орбит ближайшей планеты. Последствия на Марсе плачевны. Происходят атмосферные изменения, исчезают ресурсы. А после войны начинается исследовательская работа по поиску новых ископаемых и очищению поверхности Марса от радиационного влияния. Еще одной большой проблемой на этой планете стала проблема нехватки воды. В связи с чем гидрологическая наука, марсиане-гидрологи строят великий марсианский канал. Но он временный. Предстоит реализация одного из двух планов. Доставка воды на планету извне, либо перелет на новую планету. Ну и далее для развязки эта девушка Иридиана позже признается, что она с планеты Иридии, куда переселились там оставшиеся пайтонцы. И в общем она прощается с Макаром и обещает ему, что вернется на Марс, но уже с формулой бесконечной добычи воды. Вот такой очень интересный исход. Ну это только одна из глав из этого произведения. Вообще как бы у Беганаса Сартова очень интересные и рассказы Анге Меллэрш, где он рассуждает, обсуждает на различную тематику в очень интересном таком формате. Эссе, я бы сказал даже. Космическая революция и интерпланетная дружба и мир также прослеживаются вот в этих произведениях. В частности, это очень ярко видно в рассказе Джангы Джилда, который адресован в основном школьникам, так как аудитория фантастики, как я уже сообщал, это школьники, учащиеся младших классов. Джангы Джилда, этот рассказ был выпущен в сборнике «Келечек и Эллири» в 1976 году. И о чём идёт речь в этом рассказе. Рассказ начинается с того, что школьники Джангы Арыкской школы получают светограмму, так называемую светограмму, где сообщается, «Дорогие земные товарищи, мы — пионеры материка, цветущая земля планеты Альва. Приглашаем пионеров Джангы Арыкской школы на нашу планету по случаю празднования Нового года. Ваше участие в «Вечере вселенной» обязательно. Это очень интересно. Ну и далее в школе ведётся обсуждение, кто полетит. Ну там это очень быстро принимается решение. Объявляются делегаты, они летят на космодром, и производят старт, и пионеры летят. В общем, пионеры Джангы Арыкской школы отправляются на межпланетный съезд, на планету Альва. На съезде делегаты знакомятся с товарищами-марсианами, сатурнцами, альванцами и другими. Не только знакомятся, но в том числе и делятся знаниями. Из интересностей таких описывается прибор, воздушная пластмасса или пластиковый газ. Можно по-разному перевести. Я процитирую. «В один момент перед делегатами возникли столы и стулья. Пластиковый газ, — сказала Альвинка на силе, нажимая кнопку на кухню. Сложенный газ посредством дополнительной кнопки смешивается с пластмассовым и выпадает в осадок. Сейчас с помощью кнопки мы также накроем на стол». Собственно, после этого обмена знаниями делегаты переходят к приятному, это к самому вечеру, произносятся там «дасты». «Дорогие люди Вселенной, знаете, когда-то давно некоторые планеты воевали друг с другом. И многие из вас не понимают, что значит война. Война — уничтожение жизни. Войны создают атомные бомбы и не дают покоя». Один из делегатов Лец нажал кнопку, и с западной стороны зала увидел одну из галактик. Продолжение. «Тысячи лет минулись с момента уничтожения вот этой галактики. А них альвинцам остался лишь этот макет. Поняли? Люди, развиваясь благодаря труду и науке, будучи в мире и согласии, всегда прислушиваясь друг к другу. Необычайные люди вкушают дружбу и доброту на земле». После чего поднимаются бокалы и звучат фразы. Так поднимем этот тост в этом году за мир и счастливых людей эпохи дружбы, за человека. Тема дружбы — это один из таких репрезентативных, ярких рассказов из творчества Беганаса Сартова. Но вот я упоминал его интересные сочинения, в том числе. В одном из них, оно мне очень понравилось, сочинение под названием «Парадокс». Именно в этом сочинении Беганаса Сартов описывает Нуранию Нааматовну. В этом рассказе женщина-биологиня, которая открывает химико-формологический состав, который омолаживающий. Картина, например, разворачивается вокруг снова как бы празднования 60-летия биологини Нурании Нааматовны. Успешный ученый, открывший омолаживающий химико-формакологический состав. Нурания посвятила всю свою жизнь науке и ни разу не влюблялась. Ни один мужчина не прикасался к ее губам. Это я так цитирую. Но в тот вечер она положила глаз на Диаса, нового сотрудника исследовательского института биологических наук, только-только вышедшего на работу. Нурания, набравшись смелости, признается Диасу, что испытывает чувства к нему, но тот ее отвергает из-за ее возраста. В ответ Нурания предлагает выпить тройную дозу омолаживающего состава, который она сама же и открыла. Там описывается далее, она его выпивает, и картина. Дверь в зал открывается, выходит Диас с младенцем на руках. Оказывается, что Нурания превращается в младенца. Своего рода недочет. То есть ее химико-фарматологический состав омолаживал не в три раза, а в 20 раз. В общем, такая вот тема. Тема, связанная с омоложением, она также одна из ключевых тоже. Рассказ Хадырбая Мамбета Кумова. Он называется «Жажда жизни». Здесь тоже прослеживается тематика омоложения и космического путешествия. Но мне очень понравились акценты, которые он делает на именно важности вот этого омоложения среди ученых. И он пишет, что ученые, которые всего себя отдают человечеству, заслуживают быть вечно молодым. Это цель всей его жизни — служить человечеству. А обида, зазнайство и горделивость ученых могут погубить, и даже любого из них. В его же рассказе большой акцент ведется именно на человека. То есть он также заявляет, «Я человек, я человек, и я сумею выпрямить то, что искривила природа». Также очень интересно и очень сильно сказывается именно в его фьесе, в действиях «Жажда жизни». Ну, это вот первый сюжет с таким как бы подсюжетом. Эсмическая революция, в том числе революция в природе человека. Следующая тема, перед тем, как перейти к ней, мне бы хотелось также рассказать немного о еще одном интересном рассказе, рассказ «Цереброскоп-2» Кенеша Бешибаева. Этот рассказ, он на стыке между важностью ученого и роботизацией повседневности. В его рассказе «Цереброскоп-2», который опубликован был также в сборнике «Учкун» в 1975 году, описывается, как на прием к врачу приходит студент журфака Джанчар. То есть, тут даже его полное имя приводится, Джанчар Сарпекович Ниязов. И он обращается с такой просьбой к доктору, что он не понимает, но почему-то он слышит мысли окружающих. То есть, и это он делает непроизвольно. И из-за этого ему очень сложно вести общение с людьми, так как он может определить, кто говорит правду, кто говорит ложь. И у него все путается в голове. И врач, он довольно уважаемый врач, он был в недоумении, продиагностировал его, но, не обнаружив никаких признаков, он прибегает к помощи технического аппарата под названием «Цереброскоп». И он просит свою коллегу, медсестру Марию Ивановну, вынести огромный чемодан, где укомплектован этот аппарат. В книге он пишет, что «Цереброскоп» — это самая последняя новинка в медицине от академика Айбашева. И после процедур аппарат не обнаруживает никаких отклонений у пациента, после чего врач заявляет, может быть, у вас развилось новое, какое-то шестое чувство. Но в итоге, после долгих поисков причин болезни, после обмена различными фразами, причиной болезни оказываются наручные часы с гравировкой «Цереброскоп-2». И как оказывается, что Джан Чарльз Арпекович Ниязов знаком с академиком Айбашевым, является его родственником, и Айбашев академик подарил ему эти часы как журналисты, чтобы тот правдиво докладывал, читал мысли, сообщал правду в публике. После того, как он их снял, разумеется, все его способности исчезли. Роботизация повседневности. Я привел этот пример, роботизация повседневности в профессиональной сфере, а сейчас мы перейдем к роботизации в быту. Одним из интереснейших авторов здесь является Дамил Назаркулов. Очень интересный его фантастический юмореский. То есть это тонкий такой юмор. Роботизация повседневности в этом разделе представлена малоизвестными авторами, так как в этом-то и была проблема с поиском. Не было возможности найти больше информации о авторах. Как я уже сообщал, в случае Беганаса Сартова о нем знают очень много информации о хранительной родственнике. А выйти на родственников это пока было невозможно для меня. Так вот, эта большая и важная тема, роботизация повседневности, является неотъемлемой частью будущего. Фантастический юмореский Дамила Назаркулова, например, как кездящую, переводится как встреча, главный герой Мадыраим отказывается верить словам прилетевшему для изучения землян инопланетянина. То есть Мадыраим одно утро встает, идет на прогулку в своем селе и замечает какого-то паренька, который там наклонившись нюхает какую-то травку, что-то записывает. Ну, после такого знакомства, после того, как инопланетянин представился, что он с Марса, Мадыраим ему не верит и начинает как бы надсмехаться над ним. Я тебе не верю. Я и так как бы уже здесь и сейчас живу в пугающиеся технологиями советской... Я уже и так живу в будущем, я тоже как бы инопланетянин. Я не верю в инопланетян. И он также приводит примеры, что он живет в пугающейся технологиями советской реальности, он ждал удивительный троллейбус, он видел фильм «Туманность Андромеды» по телевизору. У него есть диплом, если не красный, но зато синий. И его супруга в конце концов грозит со своим правом на развод из-за того, что он как бы не уделяет ей внимания. В таком формате, в таком шуточной форме описывалась Назар Куловым тема роботизации быта и в других фантастических рассказах, например, о роботе-пиват-игрывашке или о роботе-шахматисте, чтобы было интересно играть и без пауз. Вот один из ярких рассказов Назар Кулова — это «Эксперимент-один», также из его авторского сборника «Киздащуй», о чём речь идёт, о том, что в одной из лабораторий пропал экспериментальный робот, оказавшийся в доме Бошкоя Гульнары. То есть это обыкновенный робот, на самом деле там происходит, что он пиват-игрывашка, да, вот робот пиват-игрывашка, как бы целую экспериментальную базу развернули для того, чтобы создать именно этого робота. Бошко и Гульнара живут в очень современном доме. Теперь в дни рождения и праздники для Бошкоя и с супругой дарить роботов друг другу стало, в принципе, обычным делом. Они совсем забыли про подарочные книги и цветы, а может, просто привыкли к бесплатной работе роботов. От приятного ничего не делания дома их столько набралось, пишет Дамир Назарковов. Бах, каких только роботов нет, вот один на голову колпак наденет, а вот робот-кулинар в халате на кухне посудой грохочет и ложкой на вкус готовящуюся еду попробует. Еще один дом подметает и влажной тряпкой мебель вытирает, а в ванной робот-стиральщик в мыльной пене белье стирает. В другой комнате гладильщик одежду Бошкоя и Гульнары на завтра готовит. Еще один с улыбкой обувь чистит, да так, что та сверкает. А вот, уложив Гульнару на диван, робот с нижными руками массаж сделает ей. Не перечислить всех почти... Не перечислить всех. Почти до 30. Все трудятся, Бошкоя и Гульнари тяжести поднимать не позволяют. Помогают и ухаживают. Очень интересный момент. Еще один из ярчайших сборников, который мне довелось прочитать, это сборник Исенгельди Абдхадырова Аламда Раджашил Шола в переводе «Зеленый луч Вселенной». Книга также содержит повесть саму Аламда Раджашил Шола и несколько рассказов. Все объединены той же тематикой с подробным описанием технологически оснащенного нашего будущего. Как пример я могу привести повесть Аламда Раджашил Шола, где очень ярко описывается, даже можно сказать, предсказывается будущее, наше современное. В результате многочисленных научных экспериментов в одной из лабораторий Земли был обнаружен зеленый луч неизвестного происхождения. В повести в формате обсуждения строятся гипотезы происхождения луча. Возможно, он повлиял на формирование магнитного поля Земли, а то и вообще является доказательством существования инопланетного разума. И вот в книге описываются подробно условия, в которых работали ученые и профессора, и в том числе и те условия, в которых они жили и там рассуждали. Например, один из главных персонажей Султан, то есть он сын одного из ученого, он просто описывает там. В комнате, кроме картины, ничего не было. У нас в доме, как обычно у всех, посередине экран шар и четыре комнаты. Внутри экран шара пусто. Его также называют шар-комната. Эта комната с музыкой оснащена световыми излучателями. Экран шар, аналогичный глобусу Земли, вращается вокруг своей оси. А его обруча образует отдельный экран стену каждой комнаты. Через нее можно подключиться к местному радиомиражу, космосу и Белим Кенч. Кладу знаний. Кодовое слово. Белим Кенч. Шар можно вращать. Через него можно увидеть любой уголок Земли и в любом масштабе. Две комнаты принадлежат мне и отцу. Третья — маме. Туда мы заходим только в дни рождения. В четвертую комнату встроен прямой филиал электронного разума Белим Кенч. Эта комната очень большая. По желанию можно отодвинуть стену и пойти купаться. Здесь же мы принимаем гостей и обедаем. Здесь же на полках из горного хрусталя хранятся картины и микрокниги. В этой комнате я часто и надолго садился на борт корабля «Фантазии» и отправлялся в миры формул, проектов и моделей. И такую небольшую вставку я сделаю. Мне очень понравился именно этот небольшой абзац по поводу технологического музея, который он также предсказывает, что настолько будет развито наше будущее, что будут уже организовываться музеи техники. Параграф переводится так, абзац переводится так. Когда мы, то есть мы, Султан тоже пишет, когда мы подъехали к техническому музею, вышли на тротуаре. Через витрины, через его витрины видны станки, океанские корабли, атомные тракторы, электросамолеты. Вся лестница развития человечества в этом гигантском здании с куполом до самых блоков. Домиан Назархулов и Афтехадыров и в их произведениях очень ясно и очень ярко описывается именно технологизированное будущее. И мне очень понравилось там, что это у Назархула, например, с долей юмора делается. Третья тема, третий сюжет, который также часто встречается, тема сохранения экологии, тема, скорее, представлена рассказами, публиковавшимися в местных газетах. Мы говорим о фантастике 60-х, 80-х, и именно вот эта тема, она четливо прослеживается именно в газетах 80-х годов. В местных газетах публиковались фантастические произведения различной тематики, не только на тему сохранения экологии. Вообще все эти произведения публиковались в рамках творческих конкурсов от редакции газет или просто в рубрике «Литературный клуб». Например, такие произведения, как «Куркуночту Тюн» «Чанна Галлюцинация», то есть «Страшная ночь» и «Галлюцинация» это произведение Джумабаева, опубликованное в журнале Джаш Ленинчи и Янок, является как бы атеистическим, фантастическим произведением. Но там как бы больше описывается ощущение или сон, который увидел один из парней, который заснул в кузове кузовика. Или, например, фантастические произведения, там как «Коласнадагы Саяхат» «Подводное приключение» это также фантастическое произведение, но оно о кладах в газете Джаш Ленинчи. В принципе, в этих же газетах публиковался и Беганас Сартов, и его тоже произведение Танышу «Знакомство» или «Глава Иридиана 3», которую я тоже вам зачитал, она также публиковалась в газетах. Но существовали и такие типы публикации, как размышления о завтрашнем дне, например, о значении полета Гагарина Кубан-Ничбека Маликова или «Семь звезд» Таша Мияшева, то есть, где описывались там последствия электрификации среди пастухов. То есть, там очень интересно описывается, как пастухи выходят друг с другом на связь через экран телевизора, то есть, как в современной «Скайп». Они даже очень радостно представляются, как они друг друга приветствуют. «Ай, Саламатсин, как там дела у тебя?» Такого типа публикации это они часто сопровождались таким текстом небольшим вставкой, что они были частью осуществления решений по результатам июньского осмотра художественной самодеятельности. «Мы строим коммунизм, мы живем при коммунизме», который проходил в 1962 году, организованным Министерством культуры, Советом профсоюзов и Центральным комитетом ЛКСМ Кыргызстана с целью развития всех форм художественной самодеятельности республик, которая была обозначена на Всесоюзном 22-м съезде ЦК КПСС 1961 года. И такими публикациями стимулировалась пропаганда научно-технической революции в СССР. И аналогично поэмам о будущем, как это было во время строительства соцжилья или Ток-Токульская ГЭС, литературные блоки в местных газетах следовали, как правило, за новостью с места строительства или производства. То есть стимулировалась такая к рефлексии среди народа, фантазия об образе прогрессивного коммунистического будущего. Но фантастика, научная фантастика в таких газетах получала также и свой большой разворот. И не была частью смотра, а зачастую просто была литературная страница в том числе. Тема сохранения экологии, внимания к природе упоминается в фантастических публикациях 80-х годов. Это может быть связано с последствиями ядерных испытаний, которые происходили в 80-е годы, особенно активно рядом в Казахстане. В качестве примера, таких ярких примеров, я приведу сочинение «Джанду Лен-Чик», как правило, там были и прочими иллюстрации. Это очень яркий иллюстрированный журнал, ориентированный на школьников, учащихся начальных классов. В этом журнале присутствовало очень много различных публикаций в формате ответов на вопрос. Например, публикации, связанные «Что такое счастье?», то есть редакция отвечает, «Что такое счастье?», описывает ее там «Что значит будущее?» И журналы очень часто приводят такие публикации, что «Вот вы, молодежь, вы наше будущее, вы будете строить коммунизм, и вы отправитесь в космос, то есть ваша задача отправиться в космос». «Кыргызстан-пионеры» это тоже газета для юных кыргызстанцев. Все события, связанные с космосом, все происходящее в Советском Союзе, оно отражалось именно в этой газете. Часто публиковались, например, такие материалы о работе клубов космонавтов или кружков моделирования, где проектировали различные космические аппараты. Но тут, как я говорил, разворот не удалось его развернуть из-за проблемы подшивки. Вот также газета «Легенчилджаш» и «Советы Кыргызстан» отнес многочисленных средств массовой информации, где также были отдельные развороты или колонки с рубрикой «Чавармачил клуб». Клуб творческий, творческий клуб. Иногда в этих публикациях была информация о именно деятельности союзов писателей или публиковались тексты со съездов союзов писателей и прочего. И в том числе публиковались в рамках этого клуба фантастические и произведения тоже. Ну и мы перешли к газете «Культура Кыргызстана», в которой тоже публиковались произведения различной тематики, но вот именно фантастические, так как ввиду нашего фокуса. Я тоже приведу примеры, связанные именно с сохранением экологии в нашем будущем. Произведение «Джанду Джалбуракташ» автор ведет пересказ стенограммы робота, который проводил исследовательскую работу на землеподобной планете у звезды Вега. Этот робот обнаружил новую форму жизни, существа, напоминающие летающие живые листья с удивительными способностями к регенерации из стенограммы. После того, как живые листья улетели со своей ветки, мы решили сломать ее и посмотреть на их поведение. Но когда листья вернулись, на наших глазах место слома окружило облако красновато-зеленого света, излучавшегося от листьев, и тут же мгновенно эта ветка выросла. Далее после этого, после некоторого времени, когда робот изучал живые листья, живые листья изучали робота. За это время они успели адаптироваться и причем выучить человеческий язык, для того, чтобы передать сообщение. Тут приводится новое название. Кто же они, эти листья? Они говорят, мы Оллы, Оллы мы, и как Олла Ларж. Мы прилетели из бесконечной вселенной, чтобы не привлекать внимания, мы приняли облик листьев. Мы принесли на эту планету разум. И после нас через миллиарды лет родится человек. Человек. Именно здесь и нигде в ближайшем окружающем пространстве не будет жизни разумнее и сильнее. После развития сознательного, когда люди откроют тайну атома, откроют законы космоса, победят закон тяготения Земли, мы вернемся и раскроем тайну времени и пространства. Только после этого они смогут яснее понять нас. Но есть одна загвоздка. Это страх того, что люди уничтожат сами себя. Они переживают за это. Из-за незнания, куда направить мысль. И дальше приводится такая пословица, я ее дословно перевел, лишний ум имеет свойство сходить с ума. То есть если листья говорят, если люди будут избегать этого, мы также достигнем своей цели. Если люди не будут уничтожать сами себя, если люди будут уделять внимание в природе. Это также один из примеров. Мне очень понравился в том числе и тем, что здесь приводится новая форма телесности инопланетного существа, так как контакт с инопланетянами это тоже одна из таких тем, которые уделяются внимание. Но почему-то везде эти инопланетяне двуногие гуманоиды. гуманоиды в общем, такие же, как и люди и даже разговаривают практически на том же языке. Тоже ярким рассказом, довольно резко выделяющимся на фроне как бы прочитанного является рассказ Росбека Айтембекова под названием «Стандарт 24-86». Также опубликован в газете «Хрестан Мадани Аты». Этот рассказ представляет собой своего рода антиутопию. Летающая суперобсерватория во главе с капитаном Мурмоном оборудованная самыми последними новшествами 25-го века возвращается в 27-м веке обратно к Земле. На борту сменилось много поколений. Экипаж лишь читал и смотрел фильмы о своей прародине. Суперобсерватория, проведя многие световые года в поисках признаков инопланетного разума, снова-таки, проведя исследования на окраинах нашей световой системы, получает такое сообщение. Земляне, говорилось в сообщении, ваша родина, Земля сейчас в большой опасности. Через 40 часов в реакцию вступят углерод, азот, водород и кислород и уничтожат Землю. Торопитесь сохранить ее. И вот после скорой операции по достижению Земли, там, соответственно, нажимаются различные рычаги, увеличивается скорость, экипаж торопится, экипаж нервничает. Неожиданно обсерватория обнаруживает неизвестный объект. Объект не подает признаков жизни. И после тщательной проверки и ряда дискуссий вообще о характере объекта, стоит ли его изучать, то есть радары суперобсерватории Ормона обнаруживают музыкальную радиоволну. Радиоволна исходит на понятном языке, со знакомой музыкой, и оказывается, что эта радиоволна исходит от Земли. В итоге получается так, что суперобсерватория уже вернулась на родину, уже на мертвую родину. И на Земле случилась глобальная экологическая катастрофа, и капитан Ормон драматично не сдерживает слез, и он задается вопросом, неужели невозможно спасти ее теперь? произнес он в полголоса, покачиваясь вокруг своего пульта. Почему нет? Там, где росла наука и техника, где развилась электронная мысль, где в лабораториях создавался человек, где человек создавал мало отличающихся от себя людей роботов в обычных условиях, неужели это бесповоротная гибель? И тоже очень такой интересный на самом деле рассказ. Я переводил цитаты с крыльского на русский. Может быть, я не передаю всего драматизма. Но большой вопрос после такого обзора трех основных тем космической революции, роботизации нашей повседневности в будущем и также внимание к сохранению экологии. Вообще, каким же нужно подвести такой итог и сказать, каким же описывалось крыльскими фантастами будущее. Творчество фантастов 60-х, 80-х, оно базировалось на происходящем в советскую эпоху. Землю, природу необходимо облаберечь. В произведениях воспевались торжества науки и техники, изобретательства, в том числе долгожданная победа над старением, по примеру, ранее на матовом, что должно было стать абсолютным прорывом в отечественной медицине. Которую сделала женщина-ученая, причем крыгыска. Женщина будущего в произведениях образованная, работающая, важная членка экипажа звездолетов, но все равно можно проследить, что она все так же является частью гетеронормативной семьи. То есть семьи в будущем такие же. В случае Марсиана Макара в отрывке про историю Марса по Ридиане. То есть он осиротевший марсианин, у него была мать, у него был отец, которые погибли по медицинским причинам в том числе. Также я уже упоминал, что встреча с инопланетным разумом это также одно из представлений о будущем, что люди будущего будут проводить исследования в бескрайнем космосе с целью найти разумных существ, подобных человеку. Но если они это и находят инопланетян, то инопланетяне всегда превосходят землян по уровню развития технологического, социального, личностного, никак не телесного. Все равно они братья и сестры человекоподобные. Но они все равно эти инопланетяне дружелюбны и всегда готовы помочь, поделиться знаниями. То есть все это можно рассматривать как некое обещание того, что в будущем мы двуногие, двурукие земляне достигнем аналогичных качественных совершенств, как инопланетяне, если мы будем с ними дружить и ездить на межгалактические съезды. Таким образом, я хочу сказать, что фариские фантасты считали, что всесторонне развитый человек благодаря научной мысли и технической возможности обязательно покинет землю, оставив ее в том виде, в котором он на ней возник и найдет таких инопланетных друзей. А может, они сами найдут нас. которые и нужны к актуальдаш в мектибе и самат мамит шайб. Благодарю за вашу внимание. Работник школа творчества актуализации бюджет. Самат мамит шайб. Спасибо. Спасибо.